Рост заболеваемости отмечается уже третий день. За прошедшие сутки выявили еще 128 случаев заражения. В основном болеют люди старшего возраста. Но при этом есть вспышки заболевания и у детей. Самый юный пациент 2021 года рождения. Среди заразившихся выявлен и новый штамм омикрон. Случай подтвердили в восьми районах Новгородской области. Омикрон это вирус, который отличается, вернее это все тот же коронавирус, но с соответствующими изменениями, который отличается большей контагиозностью. То есть контагиозность его примерно 1 к 7. То есть один инфицированный может заразить до 7 человек. В отличие от дельты, которая шла там 2-5 человек. У омикрона более короткий инкубационный период. То есть раньше появляются симптомы. При этом наиболее заразным является человек, который имеет какие-то симптомы заболевания. При омикроне реже, конечно, возникают такие симптомы, как насморк. И такие симптомы, как изменение вкуса, запаха или полное отсутствие обоняния. Заместитель председателя правительства Анна Тимофеева поручила Министерству здравоохранения уже сейчас мобилизовать все ресурсы. Чтобы не допустить стихийного распространения нового штамма заболевания. Особое внимание – профилактики. Омикрон распространяется очень быстро. Контактный человек становится заразным в первые сутки. Важно при любом ухудшении самочувствия сразу вызвать врача и оставаться дома, чтобы не подвергать риску окружающих. Как считают специалисты, вакцинированные переносят болезнь намного легче. Также новгородцев просят не забывать о простых средствах индивидуальной защиты – антисептиках и масках. Особенно это касается общественного транспорта. verm地方 – вот это самооценка.